Это пользняем и продолжаем. Госдепартамент требует немедленно освободить бывшего главного редактора интернет-ресурса Нехта Романа Протасевича. На минувших выходных он был задержан во время экстренной посадки самолета Райнаер в Минске. Заявление в адрес администрации Лукашенко озвучил госсекретарь Антони Блинкин. Произошедшее дипломат назвал шокирующим актом, который поставил под угрозу жизни более чем 120 пассажиров, в том числе граждан США. Оппозиционный журналист Роман Протасевич получил статус политического беженца в Евросоюзе. Несколько дней назад он возвращался из отпуска, который провел в Афинах, домой, обратно в Литву, то есть направлялся из одной столицы Евросоюза в другую, в Вильнюс. Во время перелета в небе над Белоруссией авиадиспетчеры сообщили, что на борту якобы есть бомбы и вынудили пилотов совершить посадку в Минске. Пассажиров подвергли принудительной проверки, в ходе которой силовики задержали Протасевича. Через несколько часов оставшиеся пассажиры вернулись в салон транспортного средства. Взрывного устройства, разумеется, никто не нашел. Помимо Романа на борту недосчитались также девушки, которая сопровождала его в полете. С ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ. По некоторым данным, девушка сейчас находится в скандально известном изоляторе Окрестина. Именно там были зафиксированы массовые случаи избиения, пыток и даже смерти манифестантов во время народных волнений после сфальсифицированных президентских выборов. О судьбе самого Романа Протасевича информации мало. Белорусская МВД подтвердила факт задержания. По одним данным, ему грозит до 15 лет лишения свободы, а в случае, если статьи переквалифицируют на терроризм, максимальное наказание – исключительная мера, смертная казнь, расстрел. Эта история вызвала настоящий международный скандал. Практически все страны Евросоюза выступили с призывом свободы для журналиста. Литва потребовала немедленно освободить Романа и отправить его обратно в Вильнюс. Глава Евросовета Шарль Мишель включил в повестку открывающегося сегодня в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета в Минске. Глава подкомитета по делам Европы, комитета по иностранным делам, палата представителей Билл Китинг прокомментировал вынужденную посадку рейса Ренайер в Минске, решительно осудив действия белорусских властей и назвал инцидент угоном самолета на государственном уровне. Конгрессмен отметил необходимость решительной реакции со стороны США и всего мирового сообщества, выделив три действия, которые следует предпринять в первую очередь. А масштабной кампанией преследований в Беларуси высказался, кстати, лидер протестного движения, а заодно, по всей видимости, победившая на президентских выборах кандидат Светлана Тихановская. Люди начали выходить на улицы не только против фальсификации выборов, они выходят против насилия и пыток, которые происходят в нашей стране. На народное сопротивление режим отвечает реакционно, унижает человеческое достоинство. Людям пытаются заткнуть рот, но даже в таких сложных условиях сопротивление продолжается. Главный вопрос, который сейчас есть, могли ли пилоты не исполнять команду диспетчеров сажать самолет в Минске. По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты-Скайс-Гирити, чтобы развернуть гражданский самолет, режимом Лукашенко были задействованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет МиГ-24. То есть, по факту, это напоминает как минимум акт воздушного пиратства. Своими соображениями поделился и пилот аэрофлота Андрей Литвинов. Он опубликовал пошаговую инструкцию из семи пунктов. Самое интересное, это пункты 5, 6 и 7. В пятом пункте, в частности, значится, пилот имеет право настаивать на посадке в аэропорту, в котором он сам считает нужным. Формально можно сослаться на погодные условия и воздушные условия. Пункт 6. В случае возникновения реальной угрозы следовать за истребителем, а на земле требовать консула и СМИ. Пункт 7. Приземлившись, отказаться от исполнения инструкции авиадиспетчера в связи со стрессовой ситуацией. Пока же авиасообщение с Белоруссией прекращает Украина, Латвия высылает консула. К разговору подключается белорусский оппозиционный политик Вероника Цыпкало. Вероника, здравствуйте. Вот первый вопрос. Произошедшее называют актом терроризма со стороны режима Лукашенко. Разделяете ли вы такое мнение и какое у вас сложилось впечатление о сложившейся ситуации? Несомненно, это акт терроризма, потому что в мировой истории мы не видели никогда таких беспрецедентных случаев, когда самолет с точки А летел в точку Б, и это территория Европейского Союза, это не территория Беларуси, не территория Российской Федерации. Естественно, задерживать судно на территории той страны, над которой самолет пролетает, это просто... Ну, нам не поддается это никакому объяснению, то есть кроме того, что это акт терроризма. То есть если до этого времени только граждане Беларуси могли на себе ощущать, что такое террор в отношении их со стороны Лукашенко, то теперь все мировое сообщество, граждане Европейского Союза, точно так же, как и белорусы, подвержены опасности со стороны этого человека. Именно поэтому в рамках Белорусского женского фонда, который мы зарегистрировали в Латвийской Республике, и в течение шести месяцев мы собирали свидетельские показания в отношении тех, свидетельские показания тех женщин, которые прошли тюрьму окрестина в Минске, это Беларусь, это очень известная тюрьма. В этой тюрьме подвергались пыткам, избиениям женщины разных возрастов абсолютно. И мы на протяжении шести месяцев собирали вот эти свидетельские показания, и на прошлой неделе мы отправили исковое заявление в Международный уголовный суд в ГАГе с просьбой признать гражданина Лукашенко террористам с просьбой признать те преступления, которые он совершал, и квалифицировать их по статье это преступления против человечности. Поэтому еще раз подчеркиваю, что это абсолютно неприемлемо. Все мировое сообщество должно отреагировать на данный инцидент, должно быть расследование этого инцидента, и на какое-то время все пролеты на территории Республики Беларусь должны быть закрыты, потому что теперь мы все четко понимаем, что никто не находится в безопасности, даже если вы находитесь на порту чужого судна. Ну вот, кстати, да, действительно, полеты уже сворачивают большинство европейских стран. Помимо прибалтийских государств Польши также выступила с такими словами, ожидается, что, вероятно, скоро это будет весь Евросоюз. Вероника, как вы можете оценить международную реакцию, коль скоро мы говорим о ней, и что со стороны международного сообщества, на ваш взгляд, пошагово необходимо сделать, чтобы добиваться освобождения Романа Протасевича и его задержанной девушки? Ну, мы видим сегодня огромную волну недовольства со стороны европейского сообщества, со стороны Соединенных Штатов и других стран, и это абсолютно нормально. То есть, как я уже сказала, такой акт государственного терроризма, естественно, осуждает все демократические страны. Мы со своей стороны послали письмо и в организацию по авиации. Мы просим исключить Республику Беларусь из этой организации. Мы просим детально разобраться в данной ситуации. И мы просим, как я уже сказала, исключить полеты временно на территории Республики Беларусь. Мы также видим реакцию со стороны и стран Европейского Союза. Это Литва, которая открыла уголовное дело в отношении данного инцидента этой Республики Польши. И Великобритания сегодня были слушания по Беларуси. И Украина планирует закрыть авиасообщение с Республикой Беларусь. Великобритания закрывает прием белорусских авиационных судов на своей территории. То есть мы видим массовое осуждение со стороны мирового сообщества. О чем мы просим мировое сообщество? Это прежде всего выдать ордер на арест Лукашенко, потому что мы все понимаем, что у власти находится не только диктатор, но еще в какой-то степени, и, скорее всего, психически ненормальный человек. Поэтому мы призываем международное сообщество помочь нам арестовать преступника. Поэтому я думаю, что прежде всего, когда режим пойдет, на свободу смогут выйти абсолютно все политические заключенные, потому что в Республике Беларусь это уже более 325 политических заключенных. И это число постоянно растет. Мы, вот по последней информации, неподтвержденной пока что информации, Роман находится в больнице, у него проблемы с сердцем. Мы до сих пор не знаем судьбы его девушки, которая находится на Крестино. Мы знаем, что она на Крестино, но никто не знает, в каких условиях она содержится, никто не знает, как к ней относится, никто не понимает, что ей инкриминируется. А если мы уже говорим непосредственно о Романе, то мы должны понимать, речь идет не о террористе, речь идет не о преступнике, речь идет о независимом журналисте. И принимать такие беспрецедентные условия, подвергать опасности жизни 123 пассажиров, сажать гражданское судно на территории того государства, где оно не запланировано, было посажено, я считаю, что это воздушное пиратство. И такие преступления должны быть строжайшим образом наказаны. Вероника, по некоторым данным, при худшем раскладе Роману Портасевичу может грозить расстрел, пометуя спорные приговоры о взрыве в Минском метро около 10-летней давности, где, по мнению весомой части белорусской общественности, Ковалева и Каналабалова, расстрелялись за то, что они не совершали. Несмотря на международные протесты, как вы думаете, готов ли режим Лукашенко и сейчас повторить этот зловещий трюк? Вы знаете, от этого режима можно ожидать всё, что угодно. Мы не знаем, что взбредёт голову человеку, который абсолютно оторван от реальности, который не понимает, что его ненавидят большинство населения Беларуси, который не понимает, скорее всего, что он находит сейчас в международной изоляции. Поэтому от него можно ожидать, к сожалению, всё, что угодно. Но в любом случае мы должны продолжать оказывать международное давление на Лукашенко, мы должны оказывать международное давление на Российскую Федерацию, потому что Российская Федерация как раз-таки в данном вопросе где-то его подставляет плечо и его защищает. Хотя для нас это абсолютно непонятно, потому что в Беларуси традиционно всегда очень положительно и с теплотой относились к россиянам, потому что, ну, вы знаете, мы долгие годы были в Советском Союзе, мы говорим на одном языке, у нас одна религия, у всех огромное количество друзей, членов семей проживают на территории Российской Федерации. И всегда беларусы традиционно очень тепло относились к россиянам. Но в ходе последних событий, что мы видим, что в беларусском обществе как раз-таки растает недовольство из-за вот этих событий, из-за того, что Российская Федерация поддерживает режим Лукашенко, этот бесчеловечный режим. Поэтому ещё раз хочу сказать, что мы должны делать всё возможное для того, чтобы изолировать Лукашенко от Беларуси, изолировать Лукашенко не только от Беларуси, но и от европейских стран, потому что мы видим, что этот человек абсолютно непредсказуемый, он готов пойти на абсолютно любые действия для того, чтобы выместить на каком-то свою месть. И поэтому мы должны все вместе делать всё для того, чтобы убрать этого человека как можно скорее, потому что он представляет опасность не только для беларусов, он представляет опасность и для европейцев, и, в принципе, для всего мирового сообщества. А что касается Романа, то, естественно, мы будем бороться за него, потому что Роман, ещё раз подчеркну, ничего не сделал противозаконного. Роман не совершал никакие преступления. Роман просто независимый журналист. И он освещал события, которые происходили в Беларуси в августе-сентябре, в ноябре 2020 года. Он не совершал никакие преступления. И, соответственно, ни в коей мере он не должен быть находиться, во-первых, в тюрьме, не должен подвергаться преследованию со стороны режима. — Вероника, спасибо. Ну, тут справедливо стирать добавлю, что кампания преследования оппозиции как со стороны режима Лукашенко, так и со стороны режима Путина практически идентична. Вероника Цепкало, белорусский оппозиционный политик, была на прямой связи со студией. Мы обсуждали инцидент, произошедший с бывшим главным редактором телеграм-канала «Нехта», который, по факту, был захвачен в Минске после принудительной посадки самолёта, который по расписанию там садиться не должен был. — Спасибо. — Заплате налоги и спи спокойно. G7 близка к заключению соглашения о налогообложении крупных мировых компаний. Подробности в четвёртой части «Пульса дня». Субтитры создавал DimaTorzok